Падение сырьевых цен создаёт необходимость сокращать бюджетные расходы. Эту тему сегодня обсуждали на совещании у Дмитрия Медведева. Павел Краснов подробнее. Бюджет страны на 2016 год верстался несколько месяцев назад, когда экономические условия отличались от сегодняшних, напомнил глава правительства, открывая совещание с членами кабинета. Среднюю стоимость нефти при подготовке документа оценили в 50 долларов за баррель. Тогда подобные оценки споров не вызывали, сейчас всё изменилось. Драматическое движение нефтяных котировок, которое мы видим в последние недели, особенно в последние дни, создаёт весьма серьёзные риски для исполнения бюджета. Не исключено, что и дальнейшие проблемы будут сохраняться. Не исключено дальнейшее падение нефтяных котировок, появление на рынке новых игроков, таких как Иран. Он создаёт дополнительные риски для нефтяных цен. Но, может быть, будут происходить и отскоки. Тем не менее, мы должны с вами быть готовы к любому развитию ситуации. По словам премьера, правительству нужен реалистичный прогноз, как будут меняться нефтяные цены, хотя составление его сейчас дело непростое. Но основная задача теперь – это корректировка бюджета. Расходы нужно привести в соответствие с доходами и сделать это так, чтобы социальные обязательства государство смогло выполнить при любом сценарии. Мы будем смотреть, какие расходы нужно подсократить. Причём теперь уже, к сожалению, существенно подсократить. А не так, как мы это делали ещё совсем недавно. От каких проектов мы просто вынуждены будем отказаться. Ну или отложить на более поздние сроки. Я поручил всем министерствам и ведомствам подготовить такие предложения по сокращению расходов и по сокращению численности государственного аппарата. При этом сегодняшняя экстраординарная ситуация в экономике лишний раз подчёркивает важность другой стратегической цели – снижать зависимость бюджета от нефтяных котировок. А это означает развивать несырьевые отрасли. В центре внимания правительства сегодня было транспортное машиностроение, которое премьер похвалил за успехи экспорт вагонов. За прошлый год вырос в полтора раза. И автопром. Если раньше и существовали планы сократить масштабы поддержки автопрома, то сейчас этого делать нельзя. Принято решение не просто их сохранить, но и увеличивать их. Такие предложения подготовлены. Эти меры позволят существенно обновить автомобильный парк, поддержать лизинг техники, автокредитование, простимулировать покупку нового городского общественного транспорта и расширение внутреннего рынка газомоторного топлива. Это должно оказать позитивное влияние на ситуацию в отрасли, рынок стабилизировать, сохранить на территории страны производственные мощности, ну и коллективы, конечно. Поддержка правительства должна помочь и автопроизводителям выйти на рынки зарубежных стран. Новые меры обсуждались по компенсации затратам компаниям, которые реализовывают автомобили на внешних рынках для того, чтобы обеспечивать адаптацию к требованиям зарубежных стран. Это поможет компаниям быстрее выходить на внешние рынки и таким образом увеличить производство внутри нашей страны по автомобилям. Еще одна отрасль, которой правительство намерено помочь – легкая промышленность. Власти собираются расширить перечень малых и средних предприятий. Это позволит им получать государственную поддержку. Павел Краснов, Антон Чуковский, Первый канал.